добрый день дорогие друзья с вами канал краски же и мы лена и серёжа приехали сегодня в стамбул чтобы провести вам увлекательные экскурсии по историческим древним местам этого чудесного города так вы хотите так друзья мы на шумной улице стамбула самый центр вышли только что из нашего отельчика где он а вон наш отельчик видите я вам снимала чайки летают я хотела чайки снять мы только ушли шли кошмар стамбула какой кошмар стамбула ну зачем начинать с мусорных этих самых будем да это страшные мусорки нажимаешь педаль и туда она проваливается под землю оставляйте себе я не хочу даже подходить и там бездна мусорная туристическая полиция из проверяют все смотрят сейчас серёжа курит все докурил наконец-то заходим на территорию этого всего комплекса так с чего начнем глаза разбегаются не знаю куда идти что вам показать идемте до идемте голубой мечеть красивая голубая мечеть почему голубая сейчас узнаем хорошо сегодня такой ветреный день и плюс 28 это настолько для нас кайфовая температура потому что мы уехали из алании там было три почти 37 и 28 нам теперь кажется что это прям очень холодно вот весь вопрос заходим ли вы с той стороны или надо все таки с другой обойти уже здесь везде заборы а кстати да давайте подойдем к египетскому обелиску раз уж мы подходим мимо проходим сейчас с вами постараемся ничего не пропустить сегодня а вот видишь вход давай тогда сначала сюда а потом уже обелиски все это все что я хотела показать мы покажем сегодня мы запаслись терпением выдержкой ногам сказали чтобы ходили и не уставали пошли тут торговля кипит всякие магазины сувениры колоритные турки фотографироваться так это шо у нас такое пошел канашку чистить что ли да историческая ценность да может снести я думала не первый раз заезжает унитазы чистить все рассчитано идем на территорию заходим по идее здесь все должно быть бесплатно друзья наши любимые с вами своды колонны арочки и ой дерево какое смотрите это такой плющ плющ растущий не дали мне меня преследует одинизатор вот самый султан ахмед самое сердце стамбула ну еще мы моя софия сходим с вами обязательно сразу же это все находится в одном месте локация то есть пешком от одной до другой мечети примерно ну 5 не 5 7 минут задерживаться у стендов с информацией мы не будем потому что очень очень мало времени сейчас мы посетим голубую мечеть что можно что нельзя смотрите значит с компьютерами нельзя но мы не пойдем драться нельзя что можно покрытая голова все религии велкам пожалуйста а вот так друзья все я одела поток опустила штаны свои заходим законы есть законы и традиции есть традиции друзья все мы разделись сдулись заходим покажу вам сейчас народу много ничего не поделаешь это в принципе все что ли остальное на реконструкции как я понимаю вот оно то видите реконструкция идет покажу что мою друзья что на сегодня доступно я вам показываю это как вот 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 Люди молятся. В общем, друзья, вообще все на реконструкции, поэтому я вам покажу только часть этой красивого. Этих всех фресок голубых, к сожалению, но в Голубой мечети мы сегодня все не увидим. Но ничего, мы сейчас пойдем в Айя-София, сердце Стамбула, и я думаю, мы там все-таки сможем. Вроде там не было реконструкции. Там вроде в Айя-Софии не было реконструкции. Здесь, я так понимаю, мы увидим только часть. Больше смотреть нечего. Видите, все закрыто. Собирались. На леса посмотреть. Хотели, конечно, вам эти все показать витражи синие, но увидели только два. Да, все поснимали. Ладно, ничего страшного, мы не расстраиваемся. Главное, что есть план этого собора. Вот он. Так он, по идее, должен выглядеть. Мы увидели только маленькую часть. К сожалению, друзья, не от меня. Это зависит не от нас. Все на реконструкции. Я думаю, что эта реконструкция длится не один месяц. И здесь, наверное, все-таки, может, даже год, может, и полтора будет закрыта. От нас на пойдем. Я очень хочу увидеть египетский этот обелиск. Мы там погуляем с вами. И пойдем вот туда, через проход пойдем к Айя-Софии и полностью посмотрим в эту локацию. Для начала мы вот здесь походим. Все, не это самое. Зато прекрасная погода, не жарко, так хорошо. Честное слово. Это еще небольшая толпища. Это еще небольшая толпища. Вот там очень красиво. Друзья, сейчас сначала туда, а потом сюда. Все по порядку. Мы должны хотя бы по максимуму посмотреть самый центр, самое сердце. Так, мы подходим с вами. А? Сам Ничи, да, сейчас посмотрим. Смотрите, друзья, значит, египетская колонна. Обелиск, вернее, с начертанными все этими египетскими знаками их. Стоит она на четырех. Я так понимаю, она у них здесь ломалась, что-то с ней происходило. Поэтому она разделена. На четырех таких железных кубах стоит. Здесь мраморная, как подставка пьедестал, да, получается, с выбитыми какими-то ликами воинов, потому что они все с копьями стоят. Я была в Египте и увидела все эти… Они все по миру разбросаны, все эти обелиски. Один из них находится здесь, в Стамбуле. Мне интересно, где они, в Египте, взяли в Египте? А? Мне интересно, где они в Египте взяли в Египте? Какое количество гранита? Монолит такой, да? Гранит. Ага. Тебе по граниту египте не слышал. А. Не сечет. Оттуда же, откуда все остальное? Первобытные люди долбали кирками и все вы долбали. Смотрите, как. Мощно. Причем это же не вся, половиночка. Он же ломался у них, да? Как я понимаю, здесь была проблема. Ровная. Да. Так, дальше вы видите змеиная колонна. Сейчас подойдем поближе. Здесь, я так понимаю, был ипподром раньше. Здесь все, что осталось, это змеиная колонна. Насколько я знаю, эта змеиная колонна была сделана из щитов воинов полностью. И наверху были головы змеи. Но сейчас этих голов, конечно, нет. И вообще, я думаю, что это все неправда. Давайте покажу вам поближе змеиную колонну, знаменитую. А головы? По непонятной причине. Да. А где змеи? Они закручены, как змеи. Они обломались или что они? Да. По легенде, они две пропали. Твои, я понимаю, было три змеи. По легенде две пропали, одну куда-то вывезли. Да. Так что вы видите эту змеиная колонна. Она находится в таком колодце на мраморном пьедестале. И ее вечная реконструкция. Что? Ну, коррозия похожа на коррозию цветного металла. Ну, говорят, это да, из щитов сделано. А что, щиты делали из цветного металла? Вот это я не знаю. Это медный век. Это похоже на медь. Ну, описание как цветной металл. Медь, бронза и все остальное. Да, да. Совершенно верно. А бронзовые щиты же были. Ну, я не в курсе про бронзовые щиты. Это металл, который легко поддавался к ковке и всему остальному. Но он же мягкий. Ну, посмотри, как его скрутило нормально. Поэтому вполне возможно. Вполне возможно. Так, давайте дальше. Не останавливаемся. Посмотрели. Идем, смотрим, идем. Слишком мало времени. Вот такой столб. Друзья, вы все видите. Я все буду писать вам, что это. Кое-что знаю. Кое-что историю не знаю здесь. Поэтому буду вам писать в субтитрах. Так. Так. Что такое? Выложенный. Посеченный какими-то, не знаю, снарядами или пулями. Сереж, это снарядами или пулями какой-то посеченный? Или квадратами выдалбливая? Нет, это не снарядами. Скоро всего, клинья. Клинья. Ну, как раньше рассказывали, что это там. Камень кололся. При помощи загоняли деревянные гривени и поливали водой. Понятно. Заметьте, все колонны стоят на углублении где-то на уровне пяти метров вниз. Почему? Странно, да? Странно строили. Странное решение. Все колонны утоплены. Все. И обелиск. И змейная колонна. Говорят, здесь раньше ипподром был. Но. Это культурный слой на русском, я понимаю. По бокам. Но как бы ипподром, в принципе, должен был быть ниже, чем все остальное. Да. Это же как антитеатр. То есть, должны были быть где-то видовые места. Он, в любом случае, наверное, был зарыт. Скорее всего. Засыпан, зарыт. Так, сейчас выходим обратно. Возвращаемся через... Кусочек Франции. Кусочек Франции. Ну, здесь есть и кусочки Франции есть, и кусочки Италии. И кусочки всего есть. Не факт, что там итальянские повары, французские. Поэтому, да. Так, идем возвращаемся обратно, друзья. В ту сторону. Не знаю, пойдем, не попадем сюда. Зашли. Впереди нас вы видите Айя София. Святая София. Это самый-самый центр. Вот эти две мечети, они стоят друг напротив друга. Вот находится Султан Ахмед, то есть голубая мечеть. И по прямой находится Айя София. Конечно, тоже одна из моих таких мечет. С голубой мечетью немножко не сложилось, потому что там реконструкция. Мы увидели только чуть-чуть-чуть роспись самого купола. Посмотрим, что в Айя Софии. Но если здесь уже закрыто, тогда вообще. Я всем обижусь. Туда интересно. Наверное, не пускают туда. Именно где паломничество идет. Где, допустим, огромное количество людей, которых молятся. Вот именно здесь. В этой части. Сейчас посмотрим опять. Уличные музыканты. Уличных музыкантов очень много. Балбесы какие-то. Сережа говорит. Порода много, но, друзья, мы специально так приехали до праздников успеть. Потому что здесь праздники начинаются 7 июля. И на 12 дней будет праздник у них. И здесь будет, друзья, дурдом. С 9 по 17 или по 16 здесь будет дурдом. Поэтому мы успеваем как раз эти дни перед праздниками. Что ей будет. Давайте потихонечку продвигаемся. Смотрим, как красиво. Это считайте, что людей нет. Вот это количество. Считайте, что их нет. Потому что здесь обычно просто камню негде упасть. Фонтаны работают. Смотрите, какие красивые пальмы. Но пальмами мы вас не удивим. Конечно. Здесь пальмы это редкость. А для нас пальмы это привыкли. Они кого не гоняют. Ящик на траве. Да. Мы к этому уже так привыкли, что гоняющих уже, знаешь, как дикость это воспринимается. Все-таки уже привыкаешь к хорошему. Нет. Сделано на фонарике в виде бусинок. Как же жемчужинки. Видите такие? На балахах. Это подсветки. Да, да. Это фонарики. Мы пойдем мимо этих фонариков красивых пройдем. Везде продают кукурузу. Кукурузу. Вот эти публики их турецкие. Что еще тут? Жальные каштаны кругом. Видите, какой ряд с фонариками красивый. А, Сережа уже свернул куда-то, вильнул. Я сюда и Софии хочу. Он все время сворачивает куда-то. Я так понимаю, он какие-то рестораны опять ищет. Мы же только поели. Что ты хотел? Тут все интересное. Это женское отделение для молитв. Видите? О, для женщин здесь. У них же разделены церкви на мужскую и женскую половину. А, вот эти вот фонарики хотела сделать. Видите, я так обожаю перспективы. Я просто говорю, все, я так обожаю перспективы. Я хочу, все, все. поближе как эти смотрятся смешные пироги накрывали пироги накрывали серужа это потом сюда отдали туалет есть может туалет сходить пока не поздно какой-нибудь приличный руки помыть я же как всегда пойдем искать вход на пашечку да я первый раз то же сами не знаю вместе с вами будем искать а а и 4 и и а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Монеточка Гуляем нормально? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дворы Давай зайдем туда Ну я ж никому не ломлюсь же Это ж открыто Ну тут просто двор, видите? Обычный двор Живут люди Старые постройки Видишь? Тут все забито, заколочено А там внутри Эгэ-гэй Очень все интересно Я люблю всякие подворотни заходить Ну что? Вы бы на улице тоже идите сайдинг Да Это прикол Сайдингом отделано Сайдингом деревянным Деревянным сайдингом, да А вот колонка мне вот эта нравится Пожарная? Да, пожарная колонка Ну прям хорошо Так все прям И она у каждого дома стоит, видите? Тут такая не очень, а там дальше еще красивая Что не очень? Здесь два глаза Два глаза? Собачья машина поехала Может это помощь собакам Какая-нибудь скорая О, шмей какая Электрокарочка Красивые ворота А? Не знаю, не написано Здесь можно, я думаю Все, вот крепостная стена И к ней прилеплены вот эти дома Целая улица вниз идет Тут Столики Столы маленькие Явно какая-то бурота Я уже частично понимаю кое-какие слова Но, конечно Нам еще учиться и учиться А мы не учимся, да, Сереж? Мне кажется, такие домашние гостевые дома, что ли? Ну, мне тоже кажется тогда Скорее всего Так что с него я вообще увидела Какие-то тоже Вот, друзья, очередь твоя София Посмотрите Вот, друзья, очередь твоя София Посмотрите Вот туда Поворачивается И вот туда И вот туда И вот туда Через весь парк Понимаете? Давайте Давайте Мы попробуем это сделать завтра с утра Мы утром просыпаемся Идем на охоту Пока народ будет спать еще Мои секуристы приезжают Да Извиняюсь Спокойненько пройдемся Ну, я вот туда вот не хочу По углам стоять Она вон Аж вот там Прикинь по-моему Да Вот так А что? Ну там красиво Я понимаю А по ощущениям там Здоровье раздают Золото Такой экскурсионный двухэтажный автобус Стоит Одна экскурсия На одного человека Стоит пятьсот пятьдесят лир Карты все принимают Всех стран и континентов В общем Мы, наверное, поедем на трамвае Сейчас посмотрим Куда он идет И вычислим себе маршрут Заедем за другие деньги Так Кто-то воду пьет Кто-то рам себе купил, да? С трубочкой Попробую Ну, говори Че, куда сейчас идем-то? Я бы предложил бы к морючку К нашему черному моречку Держи Да, да, да Моречка это черное вот здесь Сейчас сядем на трамвайчик С вами Попробовать, наверное Экмэк Балык-экмэк Вот этот натуральный Не то, что назвала, они делают Да, они уже не делают Там не умеют делать, да Там не умеют Здесь мы будем искать кое-что Потом вам покажем, что не будем сразу говорить Ну, есть рекомендация одна О нем надо зачапать Да Ну, попробуем, скажем Да еще USB кабель купить Который я забыла дома Если у меня сейчас камера сядет Экмэк Ничего никто не увидит Сейчас Я просто дома забыла Ну, вот так Я забыла дома, значит кабель Сломала зарядку для айфона Разлетелись у меня очки Что я еще сделала? Развалили телевизор в номере Не, ну как развалили? Подошли к нему включить, а он отвалился Мы вам еще номер покажем, друзья И как бы сделаем свои рекомендации По поводу этого отеля Если бы не 50% скидка В преддверии праздника Да Окошко было То он не стоит Нет, он смотрится на сайте Как пятизвездочный отель Ради того, что они выпендрились И сделали вот эту площадку Да, это главная фишка этого отеля Все остальное Да Вообще полный трэш Трэш, трэшанин Трэшанина, друзья Там все поломанное Минусы, минусы, минусы Поэтому, я не знаю Только за один вид я поставлю трояк Вот три звезды Это только за вид Все остальное полный отстой Так что Кто хочет вида Закрывайте глаза на недостатки Это как бы Как я, я могу закрыть глаза на недостатки Сережа, трудно Нет, почему? Я могу Ну, когда ты моешь душу У тебя вода фигачит через двери, блин В общее помещение Ну, оно не очень, да? Щелочка такая, пальчиков два, да, наверное? Не только Все поломано Крышка поломана Ёшик поломан Ну, в общем Телевизор не включается Мыло одно Четыре звезды написано Я вам отвечаю Он скинул ссылку Вы посмотрите Написано четыре звезды Есть сейф, который не работает Да я не хочу даже турецким сейфом Да, если турецкий сейф что-то положишь, друзья Оттуда Дверь не открывается А, дверь не открывается Мы сейчас вам покажем Что у нас дверь Значит, крутые эти все карточки Как положено, магнитные Но дверь не открывается Пришлось выламывать ее плечом практически Нет, ну Подергать пришлось хорошенечко Да, сейчас мы сидим Отдыхаем И пойдем, наверное, искать трамвайчик Отдыхаем 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 Отдыхаем